Городские службы, студенты, курсанты, военнослужащие и сотрудники МЧС взяли в руки лопаты и ломики. Вот уже которые сутки они очищают улицы Владивостока от льда и снега, убирают завалы деревьев. Продолжаются работы по устранению обледенения конструкций Золотого и Русского мостов. При помощи многоцелевого пожарного автомобиля с тройами пара сотрудники МЧС России сбивают наледь с конструкции. Всего на расчистке города задействовано порядка 600 человек и 180 единиц спецтехники. Однако этой силы не хватает, поэтому власти решили 28 ноября организовать общегородской субботник. Привлечем также сотрудников всех предприятий. Если жителям есть время подышать свежим воздухом, помочь нашему городу очиститься от такого коллапса, мы приглашаем в субботу, также поучаствовать вместе с нами на этом субботе. Между тем, некоторые жители Владивостока выразили удивление и возмущение самим фактом объявления субботника. А кто-то и рад помочь. Завтра власти города приглашают жителей Владивостока. Не пойду. А почему? Ну, потому что я считаю, что власти города должны решать этот вопрос, а не обращаться к людям за помощью. Больше-то никому не надо, сами убираем свои дворы, естественно, а иначе как решить этот вопрос? Конечно, конечно. А кто, если не мы? Да, мы обязательно пойдем, я уже видела в инстаграм это объявление, да, пойдем в своем дворе убираться, потому что там ужас, если на благо города убраться, то только за. Нет. А почему? А это суббота? А я работаю, я доктор. Нет. А почему? Потому что у нас эпидемия коронавируса. 19 ноября 2020 года запомнится жителям Владивостока, как и 17 ноября 2017. Тогда стихия парализовала движение в городе на долгие часы. В этот раз от удара стихии Владивосток обледенел. Горожане остались без электричества, отопления и водоснабжения. По словам главы Примгидромета, ничего подобного не наблюдалось последние 30 лет. Алина Черненко, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.